Хоккеистам и фигуристам. Еще один крытый каток в Благовещенске построят на стадионе Олимпик. Прожекторы в помощь. Возведение второй очереди ТЭЦ ведется даже ночью. Не место красит человека, а наоборот. В преддверии дня рождения плодопитомника наш корреспондент пообщалась с его творческим жителем. Об этом и многом другом расскажем через несколько секунд. Добрый вечер. Вы смотрите новости информационного агентства «Город». Меня зовут Елена Хохулина и мы начинаем. Благовещенские родители остаются в плену своей беспечности. В областном центре из окна снова выпал ребенок. Взрослых поблизости не было. Семилетняя девочка, сидя на подоконнике, разговаривала с подружкой по телефону. Пытаясь увидеть стоящую во дворе собеседницу, оперлась на москитную сетку. Хрупкая преграда веса ребенка не выдержала. Упав, малышка нашла силы позвонить уехавшей по делам маме. Сотовый при падении со второго этажа остался цел. Сама девочка получила сотрясение мозга и травму бедра. Куда трагичнее закончился подобный случай в свободном. Упавший с высоты пятого этажа ребенок получил несовместимые с жизнью травмы. Режим ЧС в Благовещенске отменили. Ситуация в городе после сильного ливня пришла в норму. Все последствия устранены. Напомним, в ночь с 15 на 16 августа в Благовещенске почти за час выпало более 30 мм осадков, что оценивается синоптиками как опасное природное явление. Часть улиц оказались подтопленными. Вода покрыла дворы многоэтажек и частные подворья. В некоторых районах исчезло электричество. В связи с этим мэр города Валентина Калита постановила ввести режим ЧС. Все службы сработали оперативно. В эту же ночь свет вернулся в квартиры горожан. С улиц откачали более 600 кубометров воды. И к другим темам. Занятия у ребят из 28-й школы начнутся, как и положено, с 1 сентября. В этом родители заверили на собрании в администрации. Специалисты городского управления капитального строительства рассказали родителям о том, как продвигается ремонт кровли. Через пару дней на крыше начнут укладывать мембрану. Современное покрытие. Тогда же рабочие при помощи активных старшеклассников и их родителей, их определили на сегодняшнем собрании, начнут приводить в порядок пострадавшие от ливня кабинеты. Приемка учреждения пока намечена на 30 августа. Если что-то пойдет не так, учебный год ребята начнут в соседних школах 13, 16 и 25. Об этом предупредили и родители. Мы начали со вчерашнего дня прорабатывать возможные варианты составления расписания, распределения по классам. Сейчас заместители директора 28-й школы работают над расписанием и над классами. Но сегодня мы еще окончательно уже примем решение, где какие классы, в какой школе у нас будут обучаться. Пока ребята из 28-й школы ждут окончания работ в родном учреждении, хоккеисты Олимпика напротив, в предвкушении начала строительства. Речь идет о крытом катке с искусственным льдом, что начнут возводить на месте старой коробки в 2016 году. Такое поручение дал исполняющий обязанности губернатора Амурской области. Чем помимо спорта с шайбой смогут заняться дети на новом катке и какие объекты на очереди – об этом в сюжете. По предложению архитектора коробку разворачивают и поворачивают вот так вот в длину. Так же, как это сделано на стадионе «Спартак». Разворот на 180 градусов выведет Олимпик на новый уровень, рассказывает директор 3-й ДЮС США. Для возведения крытого катка строители займут часть территории 16-й школы, что расположена неподалеку. Снесут незаконные гаражи, примыкающие к коробке. На их месте сделают большую парковку. Крытый каток позволит юным хоккеистам тренироваться не 4 месяца в год, а все 12. Кроме того, появится возможность организовать Благовещенский секцию фигурного катания. Сейчас делать это просто невозможно. Вот сейчас, как вы представляете, девочки вот в таких вот юбочках в 30 градусов на мороз кататься. А тут мы планируем, да, дальше привлечь сюда тренеров. То есть развивается спортивная деятельность города. Они будут заниматься в комфортных условиях. То есть на улице минус 30, в здании 0, плюс 5, 7, 10. То есть условия совсем другие. За основу новой площадки на Олимпике возьмут типовый проект крытого катка на Спартаке. Он сейчас в активной фазе строительства. Срок сдачи этого объекта – октябрь 2015-го. А в 2016-м работы закипяты на Олимпике. Такие рамки установил исполняющий обязанности губернатора Александр Козлов. А еще на выездном совещании он рассказал, что двумя крытыми катками в Благовещенске дело не ограничится. У нас 250 детей есть. Тренеров мы поддерживаем. Двоих парней привезли. Федерацию хоккея городскую мы создали. Обещания свои держим. Валентина Сергеевна поручение получила. Начинаем работать по юности. На юности мы уже будем думать. Крупный проект по федеральным программам. Там уже, как говорится, с трибунами, многофункциональный и так далее. По словам Александра Козлова, через два года в Приамурье будет функционировать семь крытых катков с искусственным льдом. Все это делается для активного развития хоккея в Амурской области. Регина Сорокина, Андрей Белый. Программа «Город». Возведение крытого стадиона горожане считают одним из приоритетных проектов для развития Благовещенска. Важнее только строительство автомобильного моста через Зею и завершение реконструкции набережной Амура. Эти пункты набрали больше всего голосов на электронной площадке «Активный гражданин». Голосование на сайте администрации запустили в пятницу и предложили горожанам выбрать из десяти проектов. Среди них строительство крытого катка, двух школ, бассейна, моста, ремонт дворовых территорий, реконструкция городских парков и другие. Своё мнение успели выразить 330 человек. По поручению Александра Козлова, всё это будет учтено при составлении плана развития города. Голосование продолжится до 15 сентября. Кроме того, пользователи могут предложить и собственные проекты. Их можно присылать по адресу, что указано на экране. Валентина Калита стала четвёртой в рейтинге глав столиц дальневосточных регионов. Медиалогия проанализировала данные СМИ за июль этого года. Исследование строится на базе, включающей более 26 тысяч источников – ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Согласно им, мэр Благовещенского Валентина Калита в июле оставила позади семерых своих коллег – мэров Магадана, Биробиджана, Южно-Сахалинска, глав Петропавловска-Камчатского и Анадыря. Возглавил рейтинг мэр Владивостока Игорь Пушкарёв. К пусконаладочным работам на распределительных устройствах приступили строители второй очереди ТЭЦ. До этого оборудование отечественного производства устанавливали порядка двух недель. Сдача самого крупного энергетического объекта Благовещенска намечена на декабрь этого года. Укладываются ли специалисты в графике и зачем градирню подсвечивают ночью? Расскажем в сюжете. Предел сопротивления обмотки 10 тонн, предел 10 тонн. Одинаковые на первый взгляд ящики на самом деле распределительные устройства собственных нужд станции. Именно они будут вырабатывать электроэнергию для питания турбины, котла и прочих агрегатов. Оборудование установлено в самом разгаре пусконаладочной работы. Впоследствии управлять им будут с компьютера. Программисты ездили на курсы в Санкт-Петербург, обучались. По остальным специальностям обучение будет проведено на площадке. Здесь на станции будут приезжать шеф-инженер из заводов и проводить обучение персонала прямо здесь. А в котельном цехе к пусконаладочным работам еще не приступали. Их проведут в начале сентября. Хотя самое сердце стройки котлоагрегат уже полностью готов. Сейчас здесь завершаются работы по монтажу молотковых мельниц. Они нужны для измечения угля, дутевых вентиляторов и дымососов. Через стенку своего часа ждет турбина. Она готова на 90%. Осталось подвести к агрегату трубопровод и другое вспомогательное оборудование. Четыре из семи именно столько ярусов уже смонтировали на градирне. Монтаж каркаса башни идет одновременно с бетонированием ее чаши. На объекте ежедневно трудятся порядка 30 человек. Причем не только в светлое время суток. Ночью здесь устанавливаются специальные прожекторы. Здесь светло как днем, поэтому все работы можно производить. Ну, кроме высотных, кроме высотных. А вот именно строительное, по бетонированию, по армированию, все производят. Сегодня бетонирование второго этапа днища было закончено в три часа ночи. С 1 по 8 сентября на уже действующей очереди ТЭС произойдет полная остановка оборудования. Впрочем, горожане никаких перебоев не ощутят. В работе оставят мазутный котел. Приостановят станцию, чтобы подсоединить к ней вторую очередь, которую запустят согласно графику в конце этого года. Регина Сорокина, Михаил Величкин. Программа «Город». В Благовещенске задержали мошенника, который представлялся работником водоканала и воровал деньги у доверчивых пенсионеров. Всех пострадавших просят обратиться в полицию. Задержанный пока признался в 11 эпизодах. Рассказал, как с ноября прошлого года ходил по квартирам и предлагал установить или заменить водосчетчики. Брал деньги, после чего скрывался. Таким образом, мошенник присвоил более 100 тысяч рублей. Уголовные дела по каждому эпизоду уже завели. Но у полиции есть основания полагать, что преступлений могло быть больше. Пострадавших от действий данного гражданина просят позвонить по номеру 59-42-94 или в дежурные части ближайших отделов полиции. Амурские инспекторы ГИМС представят Дальний Восток на всероссийских соревнованиях. Они пройдут с 18 по 21 августа в русском районе Московской области. Честь представлять Дальний Восток амурчанам выпала после того, как они стали чемпионами на региональных соревнованиях. Между прочим, второй год подряд. На водно-моторных состязаниях в Московской области им предстоит сдать теорию, проявить себя в кольцевой гонке, скоростном маневрировании на моторных лодках и гидроциклах, а также принять участие в командной эстафете с оказанием доврачебной помощи. Победители наградят кубками, дипломами, медалями и ценными подарками. Совершить паломничество по святым местам России и зарубежья, не покидая пределов Боговещенска. Такую возможность горожанам подарит международная православная выставка-ярмарка, что пройдет в УКЦ со 2 по 7 сентября. На нее привезут ювелирные украшения, одежду из экологичных материалов, оренбургские платки, изделия народных промыслов, товары для здоровья, продукты, сладости и многое-многое другое. Все, чем может гордиться родной край, представят монастыри и храмы России, Белоруссии, Украины, Греции, Молдавии и даже Израиля. Свои стенды на ярмарке оборудуют православные издательства. Посетители смогут пообщаться со священнослужителями и посмотреть тематический фильм. Третий месяц в Благовещенском кафедральном соборе продолжается ремонт, которого здесь не было с момента постройки храма в 2003 году. На средства прихожан многое уже получилось привести в порядок. Однако реставрация не завершена, не хватает денег. Подробности у Анжелики Павловой. Уложить 90 квадратов новой плитки и обновить уже имеющуюся соборную площадь храма в честь Пресвятой Богородицы не перекладывали уже 12 лет. Столько же не было крупного ремонта и в самом храме. Этим летом ситуацию исправили. Вставили новые пластиковые окна и обновили паникодила, церковную люстру. Ее специально отправляли в Москву, чтобы покрыть позолотой. Снаружи храм тоже освежили, покрасили шатры и фасад. Краску заказывали в Санкт-Петербурге. На все потратили больше 2 миллионов рублей. Косметическому ремонту подверглась и Святоникольская церковь. Она расположена на территории храма. Внутри покрасили стены, а снаружи освежили цвет куполов. Осталось только покрыть лаком фасад. Впереди не менее затратная часть работ. Нужно восстановить позолоту на куполах кафедрального собора. Денег на это у священнослужителей нет. Одна надежда на меценатов. Мы еще не полностью рассчитались за покраску с верхолазами, которые красили нам шатры. Придется, надо будет рассчитаться с рабочими, которые укладывают плитку. Поэтому мы будем очень благодарны всем, кто отклинится на нашу просьбу и поможет нам завершить капитальный ремонт нашего кафедрального собора. По предварительным подсчетам нужно еще примерно полмиллиона рублей. Пожертвования на ремонт храма принимают в кафедральном соборе. Анжелика Павлова, Денис Лугов. Программа «Город». 78-й день рождения родного села в субботу отметят жители плодопитомника. Их там ни много ни мало – 1300 человек. Есть весьма незаурядные и творческие. К примеру, пасечник Анатолий Исаев. Малую родину мужчина прославляет не только душистым медом, но и своим необычным для пчеловода увлечением. Каким – узнаете прямо сейчас. Ну, в этом году меду намного меньше, чем в том году. Дождей прошло, как все знают, мало. Цветочки поздно начали как бы появляться. Когда начинал пчеловодством, была аллергия. Я специально каждый день две-три пчелы, чтобы она меня ужалила, привыкала. А на медосборе бывает и по 200 ужалят. Бывало, даже увозили в больницу. Когда пасеку перевозишь, и бывает не знают, их сильно ужалят, и пришлось вывозить не раз. Я работал столяром, делал улики, он как бы знаком был с этим хозяйством. Ну, поделали улики, пообязали по пчеловодам, взяли, вот потихонечку пошло. Оно было увеличение, и работа, и… А хобби у меня была фотография и видеосъемка. В последнее время и то, и другое. Природу самое трудное фотографировать, потому что у нас много всегда летом дым, и он мешает фотографировать. Бывает на одном месте это место целое лето здесь, чтобы было хорошее облака, закат или восход. Приедешь, его нет, опять приезжаешь на это место. Прежде чем нас снять час какое-то в озеро, надо собрать бутылки. Это очень долго и нудно, но что сделаешь. Хотел снять гусей на воде в Муравьевском заказнике. За ситки просидел 9 дней, и ни одного кадра. В воде по пояс, и не получилось. Бывает и такое. Есть такая мечта – Алтай снять хорошо, и севера наш. Очень красиво, не получается никак. Не техническая, просто не попадаешь как-то туда. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь и напоминаю, с новостями города вы можете знакомиться круглосуточно на сайте tv-город.ru. В редакцию новостей звоните по телефону 52-42-02. Приятного вам вечера. До встречи в эфире.